Добро здоровья, чка-хунту и хунтубары! Ну что, дорогой мой, во всех смыслах зелёный друг, теперь посмотрим на брызги от разбивающейся твоей ещё одной хрустальной мечты. Нужно убрать олигархов, и всё сразу станет хорошо, как у полиграф-полиграфыча Шарикова. Взять всё, да и поделить. Ну, это уже приевшаяся аналогия. Разумеется, это всё будет обёрнуто в разного вида красивые обёртки, вроде вернуть фабрики и заводы трудовому народу, социальная справедливость и даже социальная ответственность бизнеса перед обществом. Но мы же уже взрослые люди, на фантики не ведёмся, ведь правда? Спишь у тебя, ну, как обычно, этого не будет. Во-первых, отнять можно только у более слабого. И при любом раскладе слабый – это ты, даже если у тебя ничего нет, как ты думаешь. А если найду – ведь человеку всегда можно сделать ещё хуже. А что и как происходит в стране, определяешь не ты и не я, а они. Десяток самых богатых людей страны. Ну, может, два десятка. Это они решают, что и как будет. А ты, возможно, вместе с Гундосом Петрушкой, считаешь, что сможешь им что-то противопоставить. Меня правда заедает любопытство. А что именно? Потому как кроме инструмента для игры на рояле, вам вроде и нечего больше демонстрировать им. Они – это целые отрасли. Зачастую их положение монопольно и критически важно для экономики как отдельных регионов, так и страны в целом. Они – это команды профессионалов, которые и составляют их силу власти капитал. Муж какие есть, но и самых лучших из имеющихся на рынке они уже скупили. И не только самых лучших. Они – это власть, за кого мы голосуем на местных, да и не только выборах. За них – за нижнее звено олигархических кланов. Кто у нас местные чиновничества? Это люди, которых назначили кланы, которых они продвинули, сделали известными через местные и не только газеты, и телевидение, и которые обеспечивают прохождение бюджетных потоков в правильном для них направлении. Идея «взять и отнять» звучит просто и красиво. Одни уже так делали. Помнишь? Буржуевы гэть, помещиков в гэть, фабрики рабочим, землю крестьянам. Чем закончилось? Большим голодом. Потому что забрать-то забрали, и проесть тоже проели. Но вот только с чего ты все время уверен, что кто-то будет что-то отбирать только для того, чтобы отдать тебе и сделать тебе сыто и хорошо? Нет. Если кто-то сможет что-то отнять у олигархов, то в последнюю очередь он будет думать о тебе. В лучшем случае он постарается это в одиночку схомячить. Или минимально делясь с кем-то более сильным. А скорее всего, стать новым драконом, олигархом. Ну и отбирать и делить – это отдельный навык, противоположный навыку созидать. А когда все хотят только делить, то кто будет производить то, что все хотят делить? То-то же. Кстати, тогда же вместе с буржуями прогнали и всех их прихвостней и обслугу. Ну, кого выгнали, на кого стал и пинский галстук надели, тоже ж помнишь? А как кинулись? Фабрики, которые не развалили, есть? А работать некому. Все хотят только отбирать, распределять и бороться с контрой. А как заставить станки работать или наладить технологические процессы? Некому вникать. Потому все великие стройки Союза, которыми нас так любят подчевать совкодрочеры, были созданы руками и мозгами американских, британских, французских и немецких инженеров. А наши? Наши, как известный комсомолец Калашников, бегали за пивом и кофе, и еще таскали тачки с землей. На больше, увы, квалификация не позволяла. А чуть позже то же самое сделали и с крестьянами. Тоже отбирали и делили. А у кого отобрали, или тут же на удобрение пускали, или в Сибирь выселяли, в чем были, когда за ними пришли переселять. И тоже получили. Земля есть, а работать на ней некому. Только из-под палки. За страх. Спросите родителей и горожане, кто не застал. Как там было здорово ездить каждую осень собирать урожай в село? Как огурцы и желтики в летнюю жару? Как полоть свеклу? Это, кстати, называлось ЛТО. Лагерь труда и отдыха. Труда и отдыха? Но ведь лагерь. Можно пробежаться по недавней истории. Ничего особого. Ты и без меня это все знаешь. Просто собрал в небольшую кучку, когда отбирали. Так делали и во время ВОСРа. Помнишь, что это? Великая Октябрьская социалистическая революция. Так делали и когда НЭПманов грабили. Новая экономическая политика. НЭП. Когда большевички после первого голода времен гражданской войны решили немного уступить классовым врагам и дать народу самому себя прокормить, прежде чем уничтожить одним махом тех, кто мог и хотел работать, а остальных посадить на цепь раба и поколениями выбивать любое желание быть человеком. А после так было и в Китае, и в Северной Корее, сравнить с Южной. Так было и на Кубе. Так хорошо, что народ чуть не на надувных матрасах драпал с Острова Свободы в загнивающую клаку империализма, так есть в Венесуэле. Нельзя забирать вот так просто и делить. Это плохо. Это даже не плохо, потому как оценочно. Это опасно для такого мелкого маниупаса, как ты или я. Потому забрать, поделить и разогнать совсем не вариант. После останется разруха. Вернее, она уже есть, только пока не в клозетах, а в головах. И как эту болячку лечить? А что олигархи – это хроническая болезнь нашего государства, спорить не вижу смысла в силу очевидности. Как же решить проблему? Ну, первое – это подумать. Второе – тоже сесть и подумать, никуда не бежать, ничего не ломать, а потом найти тех, кто будет делать думая, а не наряду так рвать глотки и рубахи на груди. Проблема олигархата решаема, но не быстро. И некрасивым кавалерийским наскоком, увы. И это делалось. Достаточно посмотреть на статистику роста доходов основных олигархов первой десятки за предыдущую каденцию чеколят на габарге, несмотря на все забывания антикоррупционной тусовки и заламывания рук дешевых журношлюпок с телеканалов, которые точно так же принадлежат все тем же олигархам. И сравни с двумя годами правления тех, кто никому ничего не должен. И ты, возможно, с удивлением сможешь увидеть тех, кому и поскольку он все же был должен. И эти миллиарды долларов не нарисовались из прибавочной стоимости, нет, они нарисовались из правильного перераспределения бюджета и производимых внутри страны материальных ценностей. Разумеется, не в твою пользу, да даже и не в мою. Но кому твоя польза нужна, кроме тебя самого и таких же? Хороший вопрос. Согласись? Так что делать с олигархами? Менять государство. Вот эту огромную махину инерционную, непонятную, по нанометру, по чуть-чуть сдвигать, дорегулировать, давать возможность конкурировать, как на прозор раздумывалось изначально в идеале. И бить каждый раз по рукам, и не только, тех схематозников, кто пытается крутить, как особо ромской национальности, солнцем. Олигархи – это закрытая система. Они не выживают без коррупционных связей и монопольного положения в экономике, что им опять-таки обеспечивают коррупционные связи с чиновниками, откуда следует, что нужно сокращать управленческое плечо, то есть число принятий решений и резолюции от точки возникновения проблемы до ее решения. «Лишать чиновника права принимать решения», как говаривал один наш общий знакомый, «ты кнопка ТМ». То есть чиновник не должен решать. Этому будут сопротивляться все. Чиновники, вся обслуга олигархов, судьи тоже на прикорме, правоохранители. Они что, глупые отказываться от дармовой пайки на фоне судейских? Профессионалы, которые построили карьеру, обеспечивают себе более или менее сносное существование в текущих условиях, потому изменения должны носить фундаментальный характер. Они должны просто менять сами правила функционирования экономики страны. Чтобы, не дай бог, нет, не сразу, медленно, постепенно шло перераспределение активов из олигархического владения в иные, более открытые и рыночные структуры управления капиталом. А забрать, нет, это не вариант. Сегодня, может, ты и урвешь, а завтра что будешь есть? Потому думайте. Больно, непривычно, иногда обидно, но надо. Для тебя, твоих детей, твоих внуков. И да, конечно, можно попробовать забрать из офшоров честно выведенное. Но ведь не обязательно в офшорах ворованные деньги. И отнюдь, просто деньги, даже легальные, бегут от необоснованно жадных налогов и чиновников. Но это, знаешь ли, кроме красивых и броских слов, нужно еще и суметь сделать. А в мире не так много успешных кейсов, когда правительства смогли это провернуть. И проворачивали они это все больше разово, а не делали успешным и устоявшимся процессом. Да и не нужно. Если постоянно сражаться с офшорами, то значит у вас где-то что-то крепко протекает. Сам посуди. Раз в офшорах меньше не становится, значит из страны по-прежнему капитал свободно утекает за рубеж и первоочередно нужно что-то правильно делать именно с этим. Или дырки латать, инвестиционный климат улучшать, или поуже ротик разъявлять. И это если мы говорим о нормальных странах. Ведь ты же не хочешь, чтобы мы обсуждали права и возможности простых работяг в Китае, Северной Корее или Снегерии. Ну вот как-то так. На. Бережите себя. Ставьте лайки и подписывайтесь на Пенса. Тисайте в червону пимпочку внизу под роликом, чтобы стало сиренькою, а потім тисайте дзвоник поруч. За можливості підтримати канал фінансово, надсилайте донати з будь-якої картки и валюти світу. Частину всього прибутку від каналу Пенс направить бійцям на перемогу, тож перегляд, донат, лайк і коментар – це ваш внесок у перемогу України.